Я хочу задать вам несколько вопросов. Меня очень интересует покупка недвижимости в Черногории. Объясню, по какой причине. Я вкладываю деньги в недвижимость по всему миру, и меня очень интересует покупка недвижимости с точки зрения вложения денег на будущее. Какие квартиры вы предпочитаете продавать здесь с этой целью? Какие налоги в год мне придется платить? С какими трудностями я могу столкнуться? Еще один вопрос. Все риэлторы, где бы я ни смотрела квартиры, предлагают вкладывать деньги в квартиры малогабаритные, потому что они быстрее растут в цене, и их проще продать не в огромные виллы, а именно в малогабаритные квартиры. Одна-две спальни. Правда ли это? На самом деле могу сказать, что ваши риэлторы, с которыми вы работали, они правы. Самые выгодные вложения это малоквартиры, маленькие квартиры с одной-двумя спальнями, квадратурой не больше 70 метров квадратных, еще лучше это если будет 50-60 квадратных метров. И стоимость у нас в Черногории где-то от 1300 по Барскому району до 1700 по Будванскому району. Почему? Объясню. Такие квартиры, они очень хорошо сдаются. Если вы приняли решение не сразу продавать квартиру после покупки с целью заработать деньги, вы можете какое-то время ее сдавать. И тоже будете зарабатывать где-то на квартире стоимостью 50-60 тысяч. Каждый день при хорошем летнем сезоне можно заработать от 30 до 50 евро в день. И эти квартиры не должны быть очень далеко удалены от моря. Еще один вопрос. А кто этим занимается? Здесь есть специальные риэлторские агентства, которые помогают покупателям квартиры сдавать. Или же мне придется заниматься этим самой? На примере нашего агентства могу сказать, что мы не только продаем, покупаем квартиры. У нас есть наше отделение, которое строит дома, если вы покупаете участки. Есть отделение, которое занимается эксплуатацией квартиры, подготовкой ее к сдаче, уход. Смотрим за внешним состоянием, проветриваем. И, соответственно, сдаем людям и получаем доход. 10% забираем себе, а остальное вы получаете наличкой. А есть какие-то страховки обязательные в Черногории? В Черногории сейчас обязательных страховок нет, но люди, которые приучены к тому, что свою недвижимость надо страховать, они могут это сделать и нет никаких... А какую страховку вы посоветуете и сколько стоит? По страховке не готова сказать. Не готова, потому что очень мало людей, которые бы к нам обращались с этими вопросами. Это нужно, наверное, обратиться в страховую компанию. Они вам дадут полную исчерпящую информацию. Еще один вопрос. Люди, которые приобретают недвижимость в Черногории, какие документы им предоставляются? Есть ли у них потом возможность езжать в Черногорию по другому визовому режиму? Не как русские, которые въезжают сюда и могут находиться здесь не больше месяца, а, например, оставаться здесь на полгода, на год, на более длительный срок. Сегодня у нас было первое официальное собрание русской общины в Бечичах, в Пландит-отеле. Вы сказали, какие-то привилегии для людей, собственников квартир, домов в Черногории? Сейчас только что мы приехали с официального форума. Это первое собрание русской общины в Бечичах, в Пландит-отеле. И выступал перед нами посол, который сказал нам о следующем, что как только будет сформировано Черногорское новое правительство, в настоящее время проходят выборы в Черногории, первый вопрос, с которым посол выходит к Черногорскому правительству о том, чтобы граждане, имеющие здесь свою недвижимость, могли получить вид на жительство на год на основании данного... Извините, пожалуйста. Я забыла русское слово. На основании своей недвижимости. Еще один вопрос, который меня, как будущего покупателя потенциально, очень волнует. Коммунальные услуги. Сколько здесь стоит? По коммунальным услугам. Если вы, скажем так, эксплуатируете квартиру только летом, это будут небольшие расходы, где-то 20-25 евро по электричеству и около 8-10 евро канализации вода. В зависимости, конечно, от вашего потребления. Если мы берем, скажем, проживание в зимний период, то здесь будет зависеть от вашего комфортного состояния, насколько вам требуются теплые условия в квартире. Если вы любите тепло, значит, вы за это будете платить чуть побольше, где-то, может быть, от 50 до 70 евро в месяц. В зависимости от типа обогрева. Цена прекрасная. В Европе все это стоит намного дороже. В десятки раз. Что еще хочу сказать по поводу налогов. И покупая здесь недвижимость, где-то рассчитываете примерно в настоящий момент 0,5% от стоимости недвижимости. Варьируются, конечно, эти налоги от того, на старый объект новый. Есть повышающие, понижающие коэффициенты. И также это зависит от местонахождения объекта. Чем ближе к воде, тем налог больше, чем дальше от моря налог меньше. Насколько я поняла, максимальный налог это 0,5%. Мы обычно, риэлторы, отвечаем так. Ориентируйтесь на 0,5%. Могу вам сказать по своей квартире в баре. У меня квартира удалена на 100 метров от моря. И я плачу в год. Только что у меня новая квартира. Первый раз я заплачу налог. Заплатила, вернее, уже 350 евро. Прекрасная цена. Хочу сказать, чтобы вы знали. Значит, налог у нас состоит из двух частей. Из основного налога на недвижимость и на налог, так называемый, туристическая такса. Если резидент страны, то он не платит этой туристической таксы. Мы с вами не резиденты, поэтому мы платим. Он где-то составляет 140 евро от 350. Вместе получилось 350. И это считается приличный налог. Дом, скажем, с участком, который находится чуть подальше от моря. Иногда может быть налог меньше, чем в квартире. Понятно. В общем, меня очень удовлетворил ваш ответ. Думаю, что в ближайшем будущем куплю квартиру в Черногории. Потому что страна здесь прекрасная, климат, люди. Мне здесь очень нравится. Большое вам спасибо. И до новых встреч. Пожалуйста. Продолжение следует...